привет ребятки у нас замечательная погодка мы с детишками с моим папой приехали у илюшки порвали штаны ритузы вот эти на хоккее приехали купили ему здесь в большом штаны вечером у него хоккей решили пойти к фонтанам прогуляться потом поедем к маме а вечером на хоккей сейчас вам фонтан поснимаем он конечно не работает днем эти какая красота вот олимпийский огонь где горел хочу спросить сколько стоят вот эти штучки покататься посмотрим стой машина зайка а кто здесь интересно а кто здесь работает а сколько стоит у вас час а если за тысячу можно 2 взять на полчаса да еще двести давайте за тысячу как местным скидочку давай спасибо а можно онлайн да сейчас переведу да так но мы взяли по машинке дедушка с илюхой всем привет вот и короче поедем полчаса у нас есть покатаемся и так клёво девчонки вообще короче едем 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 пусть девушка обгонит видео снимем дедушка машет на видишь но у них такая вяленькая машинка снимать девчонки хочу снимать одной рукой вообще не получается одна другой скорость короче едем классно очень весело прям прогулка мега крутая позитивная мальчишки смеются им так нравится ладно выключаю а то мы сборки сейчас упадем смотрите какие у нас пальмы красивые вообще был а да и здесь вот кого не скользила полянка давай смотрите какая композиция здесь вот видите чаша да да щас зайка чаша из нее видите как цветы выливаются так красиво очень красиво да вообще цветочки обалденные но у нас лето я уже сто раз конечно сказала у нас лето продолжается так что милости просим сочи еще неделя точно будет хорошая погода не спасибо сколько стоит 200 рублей фотография вы чё прикалываетесь ну классно класс ребят такая прогулка получается здоровская тёмка тебе нравится сыной он уже устал это уже хочу дому ну туда этот машину бабушки а мы сейчас дедушку ждем пойдем сдадим уже машинки у нас две минуты осталось и все и уже поедем к бабушке побудем у нее в гостях а потом на хоккей кстати сейчас вам горы поснимаю видите еще не снежные такие красивые снежка еще нету здесь на сочи парк парк у нас хороший здесь подышать и тут хорошую площадку организовали сделали прям а вот айсберг где мы у нас хоккей нет тут без майки надо лежать на этой штучке класс колючая приехали мы к деду ну чё нормально илюшка тут у нас этот йог йог макарёк класс не больно нам тоже такую надо купить да с тобой спину развеивать на хоккее с темкой ждем илюшку сейчас уже илюшка придет и поедем домой темка у меня прищемил пальчик так сейчас плакал мой мальчик да зайка вообще девочки руку засунул и прищемил себе палец короче это как всегда мама не слушаешься так что ждем илюха сейчас уже должен идти вон они уже идут мы уже идем с хоккея вышли как раз зажглась там олимпийская чаша огонь да илюшка красный вообще девочки у нас вот так темнеет сколько 7 в принципе сейчас уже восемь но у нас пять часов уже вообще темень так что мы едем домой с хоккея тяжело конечно с темой на хоккее ну а что делать всем доброе утро сегодня у нас влог продолжается вчера пришли с хоккея такие уставшие что уже ничего не снимать не хотелось ничего темка палец прищемил плакал весь вечер ну слава богу ноготь не снял вот ну все зажило слава богу вчера я ему все обработала все хорошо но с темой на хоккей я говорю это очень тяжело девочки вообще не слушает говорю не ходи туда нет он идет ну такой упертый у меня парень вот и этот ну благо что все обошлось и я вот больше с ним конечно на хоккей не очень хочу если вот нужда будет конечно поеду а так с темой конечно не рано еще на хоккей уговаривая его или тем иди тоже вот занимайся там мальчишки как он уже занимаются нет он не хочет я бы конечно с удовольствием вот у него энергии столько да чтобы в правильное русло но никак не сдается девочки вообще вот я помыла голову сделала масочку вот эту корейскую с плиткой хоть давно уже маски не делала что я вообще настолько выпало искали что мне дела 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 постоянно что-то делаю еще со вторым каналом конечно много этот время занимает ну раз уж взялась будут делать вот и этот и короче говоря у девчонки вот так а кстати хотела посоветовать вот эту маску это от агафьи экспресс маска для волос прикольная маска я ее прям знаете она дешевая я ее использую как бальзам и волосы после нее прям такие мягенькие хорошие волосики так что обратите внимание потому что для лица конечно мне не особо понравились что-то в этот раз я не пользуюсь отдала их а вот эта маска для волос прям мне нравится такая вот что еще какие планы у меня сейчас конечно планы все насчет дня рождения туда это все знаете переживательно все это уже четыре дня осталось еще хочу в дьюти фриз ходить но алкоголь какой-нибудь купить но не знаю получится пойти не получится что еще завтра у меня маникюр вот наконец-то маникюр брови пойду покрашу хной что еще а что и одеть девчонки не знаю еще думаю но посмотрим вот думаю что найду что одеть не одет но такие вот дела мальчишки майках пойдут но как бы вот так по пока у меня в приоритете вот этот день рождения провести а потом уже будут другие мысли и другие планы и другие цели да вот у меня сейчас все на этом зацикленном дне рождения и этот ладно пойду с маской полежу сейчас потом приведу себя в порядок хочу приготовить поесть купила такой прикольный нож для картошки покажу вам сейчас и этот ну и все по ходу дела расскажу так что оставайтесь со мной давайте наверно приготовим быстренько ужин сегодня у нас будет самый простой ужин самый легкий который просто выручает меня всегда когда когда вот много людей дома так смотрите купила какой крутой себе нож девочки давно его хотела это для картофеля для морковки для скажите ну для всего что возможно посмотрите вот такая красота получается можно морковку делать можно делать этот скажите кабачки синенькие что угодно и на столе будет очень красиво смотреться или вы просто хотите запечь картошку или вы хотите подать ее просто как чипсы короче классный нож покупала на балберисе вот так что он был по распродаже по моему но не дешевый я вам скажу рублей 600 девчонки так сегодня у нас на ужин будут будет картошка будет эти как забыла крылья короче все это смешано и будет очень вкусно и сытно так что я думаю что своих мужчин я так и накормлю сегодня смотрите как классно он режет вообще кайф я прям довольна обалденный нож так картошечку нужно просто поменьше под приноровиться резать и будет вообще обалденно просто обалденно прям знаете место не отступать и вот шинковать прям рядышком и тогда будет мелко вот так смотри раз тут два три вот и получается мелко вот тоненько получается красота красота так картошки я добавляю лук лука конечно надо побольше но у меня закончился надо пойти купить так что одна луковица и в этих блюдах да много когда лука очень вкусно получается сочно так лук тоже выкладываем сюда это знаете я назову такой ужин для лентяев вообще все настолько просто так дальше мы сейчас разделаем крылья наши сделаем крылья имею ввиду фаланги отрежем я вот так напополам режу и тоже сюда и добавляю естественно чистые помытые разрезаем некоторые я знаю любят вот эти штучки но я не очень их люблю и у нас никто не обсасывает я знаю что есть любители косточки погрызть но этот мы не любим мы отрезаем эту штучку и разрезаем вот так я сделаю это в виду ну хорошо исчезает сейчас приду так тебя все нарезала дальше что мы делаем мы у меня есть вот такая аджика такая вот наша местная очень обалденно вкусно я ее всегда применяю знаете для чего вот эта аджика нужна для цыпленка тапака вот это да прям вот сюда ложечку и сметанка сметанка у меня слегка чуть-чуть так сметана 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 у меня немного у меня сколько вот есть сюда добавлю так сметана дальше черный перец слегка можно паприки ну это тоже на любителя и чуть-чуть соли потому что аджика у меня соленая и это все мы вымешиваем берем противень девчонки из фикс прайса очень выручают спасибо девчонкам которые мне его посоветовали потому что он действительно мега крутой я теперь вообще посуду не мою но я имею ввиду что выкинула и все и забыла 27 рублей в принципе не такие великие деньги конечно и очень удобно так я могу точно сказать что когда я приготовлю такое блюдо и если брать другой противень то 27 рублей точно на ферри уйдет пока его отмоешь так но я работаю руками не обессудьте потому что ну я дома у меня руки безумно чистые естественно перчатки одевать я не буду а зайка другой мир сейчас я вот это сейчас духовку поставим так ну все выкладываем это в противень и на наверно минут 40 50 на 180 и все это печется и все ужин готов обалденно вкусные огурцы помидоры свежий салат и вот такой вот такое блюдо мне кажется обалденно вкусно так что девчонки кто не делал обязательно приготовьте потому что ну я думаю делают это все вот иногда конечно наш нам хозяйкам надоедать правда девчонки постоянно что-то выдумывать и всегда есть вот такое блюдо на как это на выручку так ну что всем привет мои дорогие девчулечки я сегодня такая нарядно в своем васильковском платье мне кажется что оно прикольно но я могу точно сказать что это чуть конечно много здесь синтетики в этом платье но мне оно очень нравится мне нравится этот воротничок вообще я заметила что воротнички вот именно да на платьях очень освежают и как бы я в дальнейшем я очень хочу знаете вот стиль такого черного платья и белый воротник мне кажется будет вообще обалденно я себе когда-нибудь такое куплю но это когда-нибудь и будет когда может быть я выйду на работу но это вряд ли потому что youtube я считаю сейчас данный момент своей работой у меня есть такие девушки которые мне пишут ой ну когда ты будешь уже на работу девочки ну в данной в данном же вот конте конс конс ну вы поняли в контексте я конечно считаю youtube своей работой потому что он как любая работа занимает очень много время и из-за этого конечно youtube это на работа кстати карандаш я купила как вот оксана в видео про макияж я его сегодня накрасила но я даже помаду не могу как она вот губы такие сделать их вообще классные и карандаш классный но я так не могу как она красила даже губы не могу накрасить короче говоря оказывается визаж это очень такая кропотливая работа я всегда думаю блин что там накраситься девочки на самом деле все очень тяжело но я вот стараюсь каждый день что-то себе красить стараюсь как-то набивать себе руку потому что очень хочется быть похожи на оксану и вообще на визажистов которые так красиво красят мне безумно нравится мне в ее макияже знаете девчонки больше всего понравилось что она очень красиво выделила нос вот я все пытаюсь пытаясь у меня так не получается я кстати голову помыла еще не высохла вот короче девочки вот так не знаю этот тренируюсь руку тёмка там сидит руку тренирую не знаю получается не получается мне кажется что мы с каждым разом я лучше кражу потому что смотря на свои видео какие-то начальные да конечно вообще ему образ меняется у меня вот дальше чуть-чуть кстати чуть уселась хочу с вами поболтать мы давно не было нас таких видосиков где мы разговариваем и отвечу на пару вопросов первый вопрос девушка мне задает и не одна это многие спрашивают оля почему ты не пользуешься гриль у тебя был гриль девочки он у меня стоит гриль я уже говорила что у меня было биби кейда я маме отдала там были съемные панели а на моем гриле панели не съемные девочки его отмыть это целое дело правда это очень тяжело не знаю для меня тяжело и мне легче готовить на вот так вот что то что то делать но я его иногда достаю но не часто он у меня здесь конечно на второй канал буду готовить на нем потому что многие просят рецепты на гриле буду туда скидывать на какие-то рецепты что-нибудь приготовим скоро вот впереди же новый год столько всяких рецептов девчонки вот ложусь вечером студирую интернет хочу найти какой-нибудь еще какие-то салаты вкусные какие-то закуски потому что прям охота да что-то новенькое что-то красивое что-то классное но я могу точно сказать мой стол не будет вот такой прям очень ломиться от пиршества от еды потому что нас вообще мало я не вижу смысла тут найти как в последний день помпеи все закупить и есть но я как бы не такой человек я хочу купить дорогие какие-то продукты и чтобы было вкусно шампанское была вкусная красная икра на черную черную денег у нас нет так на чем мы остановились меня тема позвал вот то есть у меня на столе на моем новогоднем столе будет красная икра будет красная рыба хорошая шампанское если папа наш будет дома будет какая-то мясная тема что-то придумаю из мяса интересно вот мы сделаем какой вкусный салат мальчишки что захотят может им рыбку запеку что-то такое но вот что-то такое будет примерное что-то может какой-то тортик тоже надо кстати нам с вами что-нибудь организовать но фельдеперсовых каких-то вот блюд куча всего оливье сделаю по любому девчонки вы делаете оливье я делаю не знаю мне нравится люблю этот салат сколько бы время ну да вот не проходило все равно и оливье это просто атрибут нового года без него никуда конечно же мандарины для меня новый новогодний вот какое-то настроение вызывают хотя мы уже наелись мандарин а всего ноября у нас вообще девчонки лето я не знаю это что за погода откуда она такая взялась я помню что у меня у илюшки 14 ноября день рождения да и всегда конечно этот день запоминается в душе и в прошлом году было очень холодно мы все были в теплых куртках я помню позапрошлом году тоже было очень холодно а сейчас вот в четверг день рождения стоит вообще 20 25 и короче говоря вообще в шоке не знаю видимо как-то меняется до погода но это здорово это здорово классно я думаю что мальчишки будут в майках 24 14 будет же тепло и здорово вот и следующий кстати вопрос который меня спрашивают девочки оль ругаетесь ли вы с мужем девчонки ну конечно же мы ругаемся мы ругаемся орем как нормальная итальянская семья спорим докажем заказываем каждую свою правоту но без этого никак я очень такая взрывной человек я вот могу взорваться просто вот это я тут мне кажется так такой образ да у меня есть собирательный что я такая хорошая положительная на самом деле нет я еще та зараза вот но у нас вот есть такое мы конечно не так часто уже ругаемся вот как раньше как только когда замуж вышли да вот эта притирка сейчас какие-то наверно больше бытовые вопросы что-то вот мы все решаем вот конечно же ругаемся ругаемся вот но я такой человек долго не могу злиться и конечно же идет ну меня миримся ну куда мы без друг друга я считаю что конечно муж это человек если он нормальный муж да он на века ну в плане как на века вот смотрите старость с кем вы будете проводить конечно же с мужем дети ваши разъедутся все женятся выйдут замуж а вы останетесь вдвоем с мужем и конечно же нужно как-то приходить какому-то вот вот я ругаю с ним на следующий день думаю блин ну чё мы ругаемся да и мы снова уже разговариваем как ни в чем не бывало вот потому что я говорю что ему говорю что мы уже все мы связаны мы никогда друг от друга уже конечно никуда не денемся мне кажется не знаю в жизни хотя можно они ни от чего не застрахованы но мне кажется что это вот человек с которым я дойду до конца своей жизни потому что он такой муж чтоб что этим сказано конечно ругаемся девчонки ругаемся так что вопрос о том что ругаемся мы или нет конечно ругаемся но не так часто но ругаемся можем поорать друг на друга вот это конечно очень мы стараемся когда детей нет там да чтобы особо не травмировать их вот а так конечно бывает рукой но не всегда не всегда в основном мы всегда на одной волне всегда знаем чего мы хотим от жизни всегда что-то если мы хотим мы советуемся и как-то все я вам говорю что раньше было все намного сложнее вот сейчас наверное уже полегче уже как бы возраст не тот правда же и уже мозги на место стали так что девчонки вот такие вот дела вроде ответила на ваши вопросы потому что знаю что прям вот пишут спрашивают спрашивают в инстаграм спрашивают вот такие дела я не знаю есть есть такие семьи кто прям вот никогда никогда не спорят есть знаю если такие есть молодцы респект вообще потому что мы совершенно не такие я считаю что если есть какая-то вот но мы два разных человека как можно конечно есть какие-то стыки да где мы как бараны бьемся он одно доказывает я другое но в основном приходим все-таки к общему знаменителю кто-то уступает короче говоря я думаю что в браке надо иметь голову и конечно друг другу где-то что-то уступать если не будешь уступать это это уже брак который просто разрушится навсегда вот у меня знакомая разводится с мужем двое детей разводятся они из-за того что из-за чего разводятся в основном из-за того что не хотя она девочка не хочет жить с его родителями потому что мужчина когда он с мамой да он совершенно другой вот она 8 лет билась 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 и ничего не добилась и вот они разводятся из-за того что не могут они все вместе жить она ему предлагает давай свою семью строить я хочу быть хозяйкой я хочу там не знаю купить тот же горшок с цветами до поставить и он будет радовать меня они будет ходить там свекровь да или кто-то и говорить нам это не нравится то есть не быть хозяйка для женщины самое главное мне кажется пусть это будет какая-то хибарка холубка не знаю как назвать маленькая квартирка но она будет там хозяйка это очень важно вот а мужчины они такие они дал привыкли где ну хотя есть мужчины которые действительно тоже хотят жить отдельно хотят жить быть хозяевами так распределять свою жизнь свою семью делать то что хочется не то что говорит мама и короче говоря вот разводятся из-за того что вот не мор не могут вроде да и семья и все и мне так жалко и говорю может я ну вот мы с ней общаемся люблю блин мне прям вот я не знаю когда семьи разводятся для меня это как-то вот я тот человек даже если наверное у меня будет как-то не то что то я буду терпеть до последнего потому что мне детей всегда жалко мне всегда все жалко вот а у них вот у них развод да и вообще к чему девчонки это рассказываю не знаю короче говоря я о том что вот все-таки нужно уступать друг другу в чем-то я к чему говорю да чтоб наверно брак был долгим и крепким пусть это будет не какая-то великая любовь в наши в наши года мне кажется уже какой-то любви да уже не знаю я не верю в то что в наши года может быть какая-то сумасшедшая любовь как молодость вот сейчас у нас должна быть в браке самое главное это уступать друг другу уважать друг друга и прислушиваться к друг другу это три такие вот важные сопоставляющие успешного брака вот и такие вот дела так что девчонки берегите своих мужей они нам нужны без них тяжело как бы это не звучало правда я не представляю жизнь без своего супруга мне кажется что даже в моменты какой-то какой-то ругань я все равно понимаю что без него будет мне очень-очень тяжело так что бережем своих мужей девчонки на сегодня все пишите ставьте лайки мне очень приятно что вы со мной вот ваши комментарии для меня это как отдушина потому что честно сказать в последнее время просмотры что-то у меня упали и настроение пропадает вообще что-то снимать вот это я вам по секрету скажу вот и уже думаю может а может я не нужна здесь или никто не хочет меня смотреть короче бывают такие мысли девчонки это вам по секрету так что поддерживайте меня своими лайками подписывайтесь дальше больше дальше интереснее на сегодня все всем пока пока